Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов пришел в студию программы «На самом деле» первого канала с сенсационным заявлением. Главный подозреваемый в деле о гибели певца Игоря Талькова ни при чем. Сергей признался, что один из двух предполагаемых виновников смерти артиста Игорь Малахов, когда-то рассказал ему правду о том, что произошло в тот трагический день. Сам он не занимался расследованием этого преступления и узнал подробности только благодаря своей дружбе с Малаховым. Экс-апер-уполномоченный поведал, что много лет назад Малахов взял сломого слова, что тот никогда не скажет правды об убийстве певца, который узнал от него. Игорь сознался другу, что обвиненный следствием Валерий Шлифман не причастен к смерти Игоря Талькова. И, возможно, роковой выстрел, погубивший артиста, сделал сам Малахов, детектор лжи подтвердил правдивость этих слов. В студии присутствовала певица Азиза, которая на момент убийства была возлюблена Игоря Малахова. Она рассказала, что помогла избавиться от пистолета, из которого стреляли в Игоря Талькова. Тем самым она спасала своего любимого от тюрьмы, так как тот хранил оружие незаконно. Эту информацию подтвердил полиграфолог. К обсуждению присоединился певец Михаил Муромов. Он заявил, что случившееся Игорем Тальковым – это не убийство, а роковое стечение обстоятельств. Якобы Малахов признался ему, что только ранил певца, а к смерти привела некачественно оказанная медицинская помощь. «Мы ехали в поезде, он пришел ко мне с Азизой вместе в купе, и он сказал такие вещи. Я стрелял в никуда, я стрелял навстречу выстрелом». Он сознался, что стрелял выстрел привел только к ранению, а доктор ему закачал в брюшину кровь, заявил Муромов. Эксперты вновь обратили внимание на Сергея Ломова, его рассказ не показался убедительным, и мужчину вновь начали расспрашивать о мотивах его появления в эфире телепрограммы. «Я его хорошо запомнил, я видел этого человека, у меня не было таких ассоциаций, что этот человек-убийца». «Он один из первых, кстати, пришел давать показания на Петровку-38, он запуган был, человек, который в моем сознании мухи не может обидеть». «Я хочу облегчить судьбу Шляхмана», заявил Ломов. «Напомним, что 6 октября 1991 года в Петербургском дворце спорта «Юбилийный» был убит Игорь Тальков, в преступлении обвинили охранника Азиза Игоря Малахова, но после проведения экспертиз следствие установило, что последний выстрел сделал администратор. Группа Талькова «Спасательный круг» Валерий Шлифман, однако в феврале 1992 года обвиняемый уже уехал в Израиль, с которым у России в то время не было договора об экстрадиции и дело об убийстве было приостановлено.